Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги «Параллепоменон». И сегодня мы будем читать 16-ю главу этой книги. Слово «Параллепоменон» означает «летописи» или «хроники». И мы читаем 16-ю главу с 1-го стиха и ниже. «И принесли ковчег Божий и поставили его среди скиний, который устроил для него Давид. И вознесли Богу все сожжения и мирные жертвы». То есть благодаря Богу за то, что благополучно внесли ковчег Завета в Иерусалим. И поставили в определенном месте. Теперь левиты и священники будут совершать там свои служения. «Когда Давид окончил все сожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам, мужчинам и женщинам, по одному хлебу и по куску мяса, и по кружке вина». Здесь мы видим, что Давид, будучи царем, благословляет народ. А разве царь может благословить народ? Он благословляет народ, как пророк Божий. До этого мы видели, что он, одетый в весон, как и священники, сопровождал ковчег Завета и радовался вместе с другими левитами. То есть, будучи пророком, он как бы в некоторых случаях священно действует. «И поставил на службу перед ковчегом Господнем некоторых из левитов». Что значит «некоторых»? То есть тех, которые достойны. Здесь не сказано «всех». Чтобы они словословили, благодарили и превзносили Господа, Бога Израилева. Оказывается, даже для словословия, для благодарения и превзношения Господа должны быть некоторые из левитов. То есть петь в храме Божьем могут не все. И далее мы читаем. Асафа – главным, вторым по нему Захарию, Иенаила, Шеми Рамофа, Иехиила, Матафию, Илеава, Иванею, Аветы Дома и Иела с псалтырями и цитрами, и Асафа – для игры на кимвалах, а Аванею и Азиила – священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом завета Божия. И давайте вспомним, что когда мы изучали псалтырь, там как раз говорится, что вот этот псалом для Асафа, этот псалом для этого, то есть даже псалмы, которые сочинял Давид, с действием благодати Духа Святаго, он определял, для кого из певчих, из музыкантов, вот этот псалом будет более подходящий. Аванею и Азиила – священников, что постоянно трубили пред ковчегом завета Божия. Имеется в виду постоянно, то есть сменяя один другого. В тот день Давид первый раз дал псалом, дал псалом для словословия Господу через Асафа и братьев его. Надо сказать, что этот псалом был сборный псалом. Он у нас здесь в 16 главе, первый параллепименон, с 8 стиха по 36. Но в псалтыре это псалом 104, с 1 по 15 стих, это псалом 23, 6 стих, 26, 8 стих, псалом 76, 11, 77, 43 по 68, 142, 5 стих, то есть это такой сборный псалом, составленный из нескольких псалмов, и Давид его дал для исполнения. Теперь сам псалом. Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. То есть первая позиция, надо прославлять Бога, вторая, надо провозглашать имя Его, то есть громко и ясно, и надо возвещать в народах дела Его. Кстати, иудеи, они согрешают против святости имя Божие, они не провозглашают это имя, они умалчивают это имя, или заменяют его другими какими-то именами. Пойте Ему, то есть Богу, бряцайте Ему, то есть на бряцающих инструментах, поведайте о всех чудесах Его, то есть расскажите чудесные истории с Писания, о том, какие чудеса творил Господь, хвалитесь именем Его святым, то есть не просто не замалчивайте Его имя, а даже хвалитесь, да веселится сердце ищущих Господа, действительно, когда человек даже только в поиске Бога, он уже испытывает веселье, взыщите Господа и силы Его, то есть через пославление Бога мы наполняемся силами, ищите непрестанно лица Его, то есть благоволение Его, поминайте чудеса Его, который Он сотворил, знамения Его и суды уст Его, может быть, здесь имеется в виду в жизни самих этих людей, иначе повторение получается, вы, семья Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его, Он, Господь, Бог наш, суды Его по всей земле. Вот это уточнение, вы, семья Израилева, рабы Его, сыны Иакова. Иаков из трех патриархов наиболее, как бы, воплотил в своей жизни теологическую добродетель, любовь, так же, как Авраам, веру, а Исаак, надежду. Поэтому подлинно, семья Израилева, это все любящие Бога, независимо от нации. И рабы Его, сыны Иакова, то есть подражающие Иакову, испытывающие такую же любовь, какую испытывал Иаков. Он, Господь, Бог наш, суды Его по всей земле, помните вечно завет Его, что значит вечно, то есть всегда имейте в виду, слово, которое он заповедал в тысячу родов. В тысячу родов Господь заповедал благословенные слова, а проклятие только до третьего, четвертого рода. То, что завещал Аврааму, то, что завещал Аврааму, это бритмила, завет обрезания, и в чем клялся Исааку, но так же он завещал Аврааму и Исааку, и клялся ему, что в их семени благословятся все народы земли. А это исполнилось приходом Христа Спасителя. И что поставил Иакову в закон, в закон Иакову, имеется в виду вот эта любовь, и Израилю в завет вечный, то есть подлинный Израиль, это любящие Бога и ближнего, говоря, здесь имеется в виду уже другой завет, завет обетования земле, Эра Цесраэль, земля Израиля, тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам. Применение к христианству ханаанская земля — это небесное царствие Божие, куда войдут только любящие Бога и ближнего, так как Иаков любил свою семью и своего Создателя. Они были тогда малочисленны и ничтожны, пришельцы в ней, то есть семейство Якова, и переходили от народа к народу, из одного царства к другому народу. Действительно, мы видим, как они скитались. Но Он, то есть Господь, никому не позволил обижать их, Бог защищает своих, и обличал за них царей, мы это помним, как Он заступался за Авраама, за Исаака, когда они были в Гераре, среди филистимлян. «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла, пойте Господу вся земля, а благовествуйте изо дня в день спасения Его, возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его». Кстати, иудеи не исполнили этого призыва возвещать язычникам славу Его, они замкнулись сами на себя. А это прямое нарушение призыва Божия, «возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его». А почему, кстати, вот иудеи замкнулись сами на себя? Потому что они боялись христиан, а христиане запрещали им проповедовать иудаизм. Но вот в отличие от них, христиане проповедуют даже тогда, когда нам запрещают проповедовать. И в сталинские времена мы проповедовали, и в другие времена, и в одни императора Нерона. То есть гонения не могли остановить проповедь, а вот в случае с евреями такой христианский прессинг заставил их придумать какое-то свое такое ложно-теологическое объяснение, почему надо молчать и говорить только для своих. Но это апология на самом деле как бы трусости. Ведь прямой призыв, «возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его». А как это исполняется? В иудаизме никак. Это исполняется только в формате христианства. Как Христос послал апостолов на проповедь. «Ибо велик Господь и достохвален, достохвален, то есть достоин хвалы, страшен паче всех богов, Он единственный Бог, и реальная сила только за Ним, ибо все боги народов ничто». И Павел пишет, апостол, что «идол в мире ничто, а Господь небеса сотворил». Что значит «идол в ничто»? Ну, есть какая-то статуя Зевса, а разве в духовном мире существует какой-то Зевс? Нет. Есть там статуя Аполлона, а разве в духовном мире какой-то есть Аполлон? Конечно, нет. За идолами скрываются только бесы. «Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил, слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте святом Его». «Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его, трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал Вселенную, она не поколеблется». Какая удивительная духовная поэтика. «Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах, Господь царствует». Действительно, Господь по праву Творца, единственный собственник во Вселенной. «Да плещет море, и что наполняет его?» То есть, как руками плещет. «Да радуется поле, и все, что на нем. Далекуют вместе все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю». То есть, когда приближаются суды Божии, надо не страх испытывать, а торжествовать, что наконец-то справедливость теократическая воцарится. «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». То есть, вовек, то есть, всю нашу жизнь мы объявляемся Его милостью. «И скажите, спаси нас, Боже, Спаситель наш, собери нас, избавь нас от народов, да славим святое имя Твое», то есть, от народов языческих, «и дохвалимся славою Твоею». Ну, как в другом псалме сказано, «хвалящееся, да, хвалится Господом». «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века». И когда вот Давид произносит этот псалом, собранный из многих других псалмов, не только те, которые я назвал, но и другие, далее мы читаем, «И сказал весь народ, Аминь, Аллилуйя!» Аминь, то есть, истина так, то есть, точно так, Аллилуйя, хвала Господу». Далее рассказывается, как ковчег Господен в Иерусалиме и жилище Господне в Гаваоне. Давид оставил там, пред ковчегом, завета Господня Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно каждый день. То есть, не просто праздничные дни, а именно каждый день. «И Авен Идома, и братьев его, и шестьдесят восемь человек, Авет Идома, сына Идифунова, вот это имя мы тоже встречаем в псалтыре, Идифун, это не инструмент какой-то, вот человек, и Хосу, привратниками, Садока, священника, и братьев его священников, пред жилищем Господнем, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжения Господу на жертвенники всесожжений постоянно утром и вечером, совершалось служение утром и вечером, именно жертвоприношения, и утреннее, и вечернее, как бы замыкая собою весь день. И для всего, что написано в законе Господа, который он заповедовал Израилю, то есть они должны делать все по закону, и с ними Эмана и Дифуна и прочих избранных, то есть это не случайные люди, избранные, избранные из многих, которые, может быть, желали совершать такое служение, но у них не было нравственных качеств, которые могли бы позволять совершать такое служение. И с ними Эмана и Дифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, то есть их имена записаны, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его, то есть на их век милости Божией хватит. При них Эман и Дифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же и Дифуна поставил при вратах. То есть они перед вратами совершали исполнение этих песнопений, но это все было обращено к Ковчегу Завета, то есть перед входом в Скинию собрания. И пошел весь народ, каждый в свой дом, то есть после этого торжества возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой. Но у него дома было не все так хорошо, вот это Белл Холла, который его уничижал в сердце своем, но он обязан, как мужчина, благословлять своих детей и благословлять своих жен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok